В этом году исполняется 5 лет с момента, когда суды стали применять наказания в виде принудительных работ. В настоящее время в стране идет активное развитие сети исправительных центров, где добывают наказания, осужденные к принудительным работам. Подробнее обо всем этом мы поговорим с начальником отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества УСИН России по Алтайскому краю Татьяной Рафаиловной Исаковой. Татьяна Рафаиловна, здравствуйте. Первый вопрос к вам. В принципе, словосочетание принудительной работы. Что это? Добрый день. Принудительные работы – это вид уголовного наказания, которые назначаются за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, либо за совершение тяжких преступлений в тот период, когда осужденный отбыл уже определенную часть своего срока, зарекомендовал себя положительно, желает трудиться, своим трудом доказать свое исправление. Это наказание не связано с изоляцией от общества. А может быть, назовете, за какие такие провинности назначают принудительные работы? За кражи небольшой или средней тяжести, опять же повторюсь, за неисполнение алиментных обязательств, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, за некоторые статьи, связанные с употреблением или хранением наркотических средств, но опять же повторюсь, за те преступления, когда человек уже отбыл часть срока и готов в более облегченных условиях отбывать наказание. Сколько у нас в крае таких осужденных, которые назначили принудительные работы? На сегодняшний день у нас имеется два таких центра. Один у нас с первого года исполнения данного вида наказания создан в городе Бийске на 100 мест. Там у нас отбывают осужденные и мужчины, и женщины. И вот в прошлом году, в декабре, у нас был создан первый участок такой на предприятии. На этом участке рассчитано на 135 мест, так же, как и на участке в городе Бийске в настоящее время, практически полностью он заполнен. Какие работы предлагают осужденным? Скажем так, что они имеют право трудоустраиваться на те работы, на которые они готовы идти работать. То есть трудоустройство осужденных, связанное с отбыванием наказания, осуществляется администрацией справительного центра с учетом возраста, состояния здоровья, с учетом имеющих квалификаций. Но, опять же, если у нас имеются предприятия, готовые трудоустроить осужденных, но осужденный имеет другую специальность, он, в принципе, не праве отказаться от предложенной ему работы. Если перечислять эти работы, то это какие? Какие предприятия готовы взять осужденных? Вы знаете, мы столкнулись в первый год существования с тем, что предприниматели, работодатели несколько с опаской относились. Видимо, слово «осужденный» как-то напрягает. Конечно, любого нормального человека. Однако, буквально прошло несколько лет, и у нас все осужденные трудоустроятся в первую неделю по прибытию из правительного центра. То есть это говорит о том, что предприниматели активно их приглашают. У нас в городе Бийске более 20 предприятий предоставляют места для отбывания принудительных работ. Это Бийский лесхоз, который мы с первого года существования направляем туда осужденных. Осужденные работают и на более таких квалифицированных местах, и выполняют, у кого нет никакой специальности, какие-то попроще работы, достойно имеют заработную плату. Вот мы уже на протяжении 5 лет постоянно у нас там работают осужденные, идут туда работать активно сами, не допускают нарушений, потому как и заработная плата за их работу довольно-таки достойная. У нас работают осужденные на льнокомбинате в Бийске, в дорожном хозяйстве, занимаются в пищевой промышленности, трудоустроенные, и выполняют работы на благоустройстве села. В городе Барнауле у нас в прошлом году был такой положительный опыт открытия исправительного центра на базе предприятия. Благодаря, скажем так, руководителю группы компаний «Союз» от Машкина Владимира Николаевича был создан исправительный центр на базе их предприятия, и теперь осужденные трудятся на их предприятиях. То есть у предприятий имеется возможность их трудоустраивать, те, которые имеют специальность, допустим, сварщика, специальность тропальщика. То есть те строительные специальности, которые пользуются спросом на предприятие, конечно, комплектуются в первую очередь нашими осужденными. Опять же, те осужденные, которые не нужны сейчас, допустим, этому предприятию, они трудятся на предприятиях, которые расположены рядом, недалеко от этого исправительного центра. То есть предприятие в данной ситуации – такой положительный опыт сотрудничества УФСИН и предприятие, когда предприятие готовит общежитие, оснащает его необходимой мебелью и имеет на постоянной основе квалифицированные кадры. Почему предпринимателям выгодно нанимать на работу осужденных? Вы говорите, что они поначалу немножко с опаской относились к такой задумке, идее, но тем не менее привыкли к этому и даже не нарадуются. Ну, это постоянная, скажем так, рабочая сила, которая трудится на предприятии. Причем с учетом того, что руководство предприятия относится к нашим осужденным так же, как и остальным рабочим, трудоустраивает их на тех же условиях, как и остальные сотрудники предприятия. То есть и осужденные чувствуют такое отношение, отдаются работе на полной, не допускают нарушений. И, соответственно, предприятия нужны на постоянной основе люди, которые утром приходят на работу, не пьяные, извините за такие подробности, систематически посещают, у них нет каких-то прогулов. То есть то, чему подвержены некоторые наши осужденные с другими видами наказаний, которые также могут работать на предприятии. Ну, самая такая тема – это зарплаты. Какие? Меньше, чем у обычных, да, свободных людей? Больше? Вот в каком диапазоне? Во-первых, конечно, согласно законодательству, трудоустраивать мы имеем право только на те места, где осужденные будут получать не менее мрот. Опять же, если мы трудоустраиваем осужденных на какие-то места, которые требуют определенной квалификации, соответственно, они оплачиваются более хорошо. То есть у нас есть и осужденные, которые работают за мрот, есть и осужденные, которые получают немного больше, допустим, до 30 тысяч, а есть и осужденные, которые зарабатывают по 40, 50, 60 тысяч. То есть в зависимости от твоих способностей ты получаешь заработную плату. Но еще раз хотелось бы отметить, что на предприятии наши осужденные получают именно ту же зарплату, которую получают сотрудники данного предприятия. Это единственное за вычетом удержания, которое производится по приговору суда от 5 до 20%. Были такие случаи, когда работодатель жаловался на осужденного в плане работы или наоборот хвалят? Есть и те, и другие случаи, но случаев, когда жалуются намного меньше, потому что все-таки мы говорим о той категории, которые уже допускали нарушение. То есть, конечно, все это зависит от отношения осужденного к отбытию наказания. То есть, если он желает отбывать наказание без нарушений, ведь за допущенные нарушения предполагается направление в места лишения свободы, то есть, если имеет желание отбывать в таких условиях, соответственно, он не будет нарушать. Если он имеет какой-то доход, у него имеется какой-то культурный досок, который им также организуется, имеется место жительства, имеет возможность встречаться с семьей, допустим, конечно, большая часть все-таки характеризуется у нас положительно. Но бывают ситуации, когда осужденный допускает какие-то нарушения трудовой дисциплины. Естественно, за это он может получить... Опаздывает, курит в неположенном месте? Ну, опаздывать, как правило, у нас нет такой ситуации. С опозданием мы даем достаточно времени для того, чтобы осужденный пришел на работу. Факты нарушений какие-то трудовой дисциплины, да, иногда встречаются. Не без этого, но чаще всего в дальнейшем это не продолжается. А какие вот эти факты, да, нарушения? Допустим, есть нарушения, за которые осужденный может быть на правильные места лишения свободы, за отказ от работы. Если осужденному предлагается работа, то есть принудительная работа, само название говорит о том, что осужденный все-таки должен трудиться. Через ресоциализацию, привлечение осужденного к труду, он отбывает данный вид наказания. Осужденный, если отказывается от работы, соответственно, он уже не может отбывать данный вид наказания. Такие осужденные отправляются в места лишения свободы. Единичные факты, но такие имеются. Допустим, два человека в год, это вроде бы при двухсот с лишним человек, отбывающих наказание, это немного, но тем не менее имеется такое. Осужденные к принудительным работам проживают в исправительных центрах. Какие там правила, есть ли ограничения? Потому что это же не совсем свободный человек, да? Вот как вы ограничиваете их жизнь, поскольку это все-таки осужденные? Да. Осужденные проживают в исправительном центре, специально подготовленном общежитии, где они находятся под круглосуточным надзором сотрудников. Осужденные все-таки отмечу, что им многое позволено для начала. Все-таки они имеют по сравнению с теми, допустим, условиями, когда они отбывают лишения свободы. Значит, они имеют возможность пользоваться мобильной связью, интернетом. Они имеют возможность общаться с семьей, выходить за пределы исправительного центра, не только на работу, самостоятельно, кстати, они передвигаются, но и выходить в семью на выходные или в любое личное время по разрешению администрации, по обращению к администрации. Кроме того, они имеют право посещать театры, пользоваться всей медицинской помощью, которая оказывается всем остальным гражданам. То есть у них очень много прав. Тем не менее, у них есть и определенные ограничения, допустим, они живут у нас все-таки по распорядку дня. У них есть определенное время отбоя, подъема. Есть некоторое время, которое отводится на проведение воспитательных, профилактических мероприятий. Есть время на проведение каких-то культурно-массовых мероприятий. То есть это тоже все закладывается. Ну и время, отведенное работе. Кроме того, есть определенный порядок. Допустим, осужденный не должен спать менее 8 часов. То есть у него должны соблюдаться все права осужденного, которые предусмотрены у нас законодательством. То есть отработали, могут пойти погулять, провести свободное время так, как они захотят. Ну, в пределах разумного. В пределах личного времени есть определенный распорядок. Имеется у осужденного личное время. В это личное время он имеет право. Он, кроме всего прочего. Да, я продолжу, что все-таки прав осужден достаточно много. Он имеет право по истечении одной трети принудительных работ проживать в городе. При условии, что в городе проживает его семья. Даже это будет не его личная квартира, а даже если это будет арендованная квартира. То есть семьей он имеет право проживать. Прошло треть срока. Нет у тебя нарушений. То есть это также стимулирует осужденных. Осужденный имеет право на отпуск. Он несколько короче, чем у остальных сотрудников предприятия. Но тем не менее, во время отпуска он имеет право выезжать по месту своего проживания. Допустим, даже выезжают в другие регионы. Скажу я вам, за пять лет нас осужденные не допускали в период выезда в отпуск каких-то нарушений. То есть много тех факторов, которые стимулируют все-таки осужденных к правопослушному поведению. Они созданы именно распорядком существующим и теми условиями, которые созданы в том же исправительном центре. А сколько осужденных вы возвращали на прежние условия отбывания наказания? Есть какие-то цифры? Есть цифры. Ну, скажем так, более 10 человек в этом году мы отправляли в места лишения свободы. Но исходя из того, что прошло у нас около 300 человек, это все-таки цифра небольшая. Основные нарушения это связаны с отказом от работы, я говорила, уже два таких случая было. И связаны с употреблением спиртных напитков. Все-таки осужденный, особенно тот, который вернулся из места лишения свободы на протяжении некоторых лет, был оторван от нашей жизни, скажем так, суетной вот этой. И попадая в такие условия, даже находясь под контролем, все-таки мы им разрешаем выходить в город, общаться с друзьями где-то. То есть у них большой соблазн, не каждый может себя все-таки настроить и удержать от употребления тех же спиртных напитков. То есть основная проблема в нашей ситуации это употребление спиртных напитков. За разовое даже употребление спиртных напитков осужденный уезжает обратно в места лишения свободы. Это категорически запрещено даже на Новый год. Это категорически запрещено. Это категорически запрещено. Все-таки с условием того, что осужденные у нас есть за совершение довольно-таки тяжких преступлений, государство, суд идет навстречу, освобождает на довольно-таки такой альтернативный лишение свободы вид наказания, как принудительные работы, предоставляет возможность получить профессию в том числе. Обучают же. Обучают, конечно. Получить какое-то стабильное место работы. Ведь согласитесь, не все осужденные, когда возвращаются из места лишения свободы, готовы трудоустроить. Я говорю, если предприниматели даже с опаской относились к ситуации, когда вообще трудоустроить начали этих осужденных, то просто так осужденный отбыв, 6 лет лишения свободы придет в общество. Не сильно его ждут, вот прям с распростертыми объятиями на предприятии. Поэтому сейчас от нас он уже выходит, имея постоянное место работы, где-то улучшив свою специальность. Он имеет постоянный доход, он имеет возможность содержать себя, семью свою. То есть некоторые даже ипотеку берут. Есть и такое. То есть это говорит о том, что это все-таки идет ему на пользу. Лично вы видите положительный эффект от такого вида наказания, которому уже в этом году 5 лет в России? С учетом того, что за 5 лет существования все-таки у нас из всех осужденных, прошедшим по учетам, отбывающих данный вид наказания, только один совершил повторное преступление в этот период, что говорит о том, что все-таки ресоциализация осужденных таким образом идет в правильную сторону. С учетом того, что я уже озвучила, что осужденные приобретают какие-то, закрепляются в жизни в наших современных условиях, это все-таки положительный опыт. Татьяна Рафаиловна, спасибо вам большое за диалог. Очень было интересно и познавательно. А я напоминаю, что у нас в студии была Татьяна Рафаиловна Исакова, начальника дела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. Продолжение следует...